Оплатить проезд мобильного такое уже возможно. Сегодня в мэрии на пресс-конференции презентовали первый в России инновационный проект. Разрабатывали его несколько лет. Отныне, чтобы оплатить поездку, достаточно поднести телефон к валидатору или турникету. И средства будут списаны автоматически. Правда, мобильный телефон к этой процедуре еще нужно подготовить. Как именно, узнала Альбина Батышина. Вот зеленый цвет, проход разрешен. Долго не держи просто. Станция метро Кремлевская. Сотрудники исполкома и крупнейших сотовых операторов показывают, как оплатить проезд при помощи мобильного. Ничего сложного. Просто вместо транспортной карты к турникету нужно приложить телефон. Загорелся зеленый, значит проезд оплачен. Ни в одном российском городе, кроме Казани, на сегодняшний день нельзя оплатить с помощью мобильного телефона проезд в любом городском пассажирском транспорте. Это стало возможным благодаря тому, что Казань имеет единую общую сеть, транспортную сеть. Только вот телефон для этого нужно запрограммировать. Во-первых, поменять сим-карту на новую с услугой мобильный билет. Бесплатно номер абонента останется прежним. Со счета на транспортные расходы спишется 100 рублей. А если аппарат дешевый и не поддерживает особой функции, то необходимо купить у своего сотового оператора антенну и вставить ее в телефон. Расходы небольшие, 10 рублей. Оплатить проезд при помощи мобильного можно во всех видах общественного транспорта, даже в пригородной электричке. Здесь нужно приложить телефон к валидатору кондуктора. И не стоит бояться, что за время одной поездки деньги спишутся со счета несколько раз. Будет списываться только один раз с одной поездки. Точно так же, как с транспортной карты. В исполкоме уверены в успехе этого проекта. Таким образом платить будут многие. К тому же такая оплата сэкономит деньги. Мобильный тариф равен электронному кошельку. Единственное условие на транспортном счету всегда должно быть более 50 рублей. Необходимая сумма автоматически будет пополняться с мобильного счета.